Медики Чувашии получили два новых автомобиля санавиации. О том, почему они так называются и чем отличаются от обычных скорых, Ольга Пырочкина. Пациент уже на операционном столе, а значит, есть шанс, что все будет хорошо. Федеральный центр травматологии и ортопедии, онкологический диспансер, республиканская клиническая больница. Дорогу в эти учреждения на обычной машине скорой помощи тяжелые больные из районов могут не перенести. В этих случаях выезжает так называемая санавиация. Название санавиация, конечно, историческое, но автомобили действительно летают. Из центра Чебоксар до Канаша врачи доберутся за 40 минут. Впрочем, в данном случае важны не только скоростные характеристики, но и высокий класс медицинского оборудования. Внутри все, что необходимо для поддержания жизни. От дефибриллятора до аппарата искусственной вентиляции легких. Летом был очень трагичный случай. В районе упал ребенок, маленький двухлетний, в катку с водой в саду. И не вовремя это заметили. Детские ревматологи срочно выехали по вызову в дальний район. Успели ребенка, в общем-то, реанимировать, спасти. И на вот этой современной аппаратуре был доставлен в детскую республиканскую больницу. На таких автомобилях врачи выезжают и за жителями Чувашии, которые попали в аварию за пределами региона и находятся в тяжелом состоянии. Или наоборот, транспортируют при необходимости на операции в Москву и другие города. И теперь на две машины санавиации в республике стало больше. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика. Игорь Зверев, Республика.